Представьте себе такую задачу. Вам нужно хранить в памяти компьютера значение линейной функции y равняется kx плюс b при x от 0 до 99. Как это сделать? Мы умеем создавать отдельные переменные, но тогда нам здесь понадобится 100 переменных, с которыми надо будет еще как-то управляться. Но к счастью, все это можно сделать гораздо проще. Можно создать массив из 100 элементов и в каждый элемент массива записать значение функции при конкретном значении x. Итак, чтобы задать массив в языке явы, используется такой синтаксис. Пишется тип данных, затем имя массива и далее квадратные скобки, ставится точка запятой. Либо можно сделать так, прописать тип данных квадратные скобки и дальше имя массива. И то, и то, это одно и то же. Например, в нашем случае следует выбрать вещественный тип данных для элементов массива, а имя массива можно обозначить как y. Тогда определение массива в соответствии с этим синтаксисом будет выглядеть так. Тип элементов массива float, вещественный, далее имя массива y и далее квадратные скобки. После этого мы с помощью оператора new можем создать массив длиной 100 элементов. Вот таким вот образом. y равняется new float, то есть мы прописываем тот же самый тип, что и у типов элементов. И далее в квадратных скобках указываем число элементов в нашем массиве, то есть 100 элементов. От 0 до 99. 100 элементов. Вот эти вот две строчки можно записать в одну строчку. Вот таким вот образом. Все, мы создали массив. Теперь, чтобы в его первый элемент записать какое-либо значение функции, используется вот такой синтаксис. y от 0 равняется k умножить на 0 плюс b. Вот этот 0 это индекс первого элемента массива. Обратите внимание, индекс первого элемента массива равен 0. Не единица, а 0. Вот это нужно запомнить. А вот этот 0 это первое значение x. То есть вот, вот это вот значение. Прописано вот здесь вот в таком виде. Ну а k и b это некие числовые значения нашей линейной функции. Далее, для формирования второго значения нашей функции мы пишем все вот в таком вот виде. Говорим, что y от 1, вот эта 1 это уже индекс второго элемента, будет равен k умножен на 1, потому что второе значение x у нас 1, плюс b. Вот здесь вот приведена программа, которая как раз и заносит в наш массив y все те 100 значений нашей линейной функции. Смотрите, вот здесь вот мы объявили наш массив y длиной 100 элементов. Далее определили переменные k и b со значениями 0,5 и 2. И затем идет цикл, который заносит в наш массив y все значения линейной функции. Соответственно, вот здесь вот счетчик x меняется в диапазоне от 0 до 99. И мы в массив y с соответствующим индексом от 0 до 99 заносим вот такие вот значения линейной функции. Ну а затем мы этот массив выводим на экран. Давайте запустим и посмотрим, что у нас получится. У нас вот здесь вот получилось 100 элементов нашего массива, то есть значения линейной функции. Вот они вот такие вот. Обратите внимание, если мы хотим прочитать значения из массива, то достаточно просто обратиться к нему по соответствующему индексу. То есть в данном случае в переменную a мы заносим значения 6 элемента массива y. То есть вот этот вот индекс 5 соответствует 6 элементу массива y. По аналогии мы делаем и в нашей программе. Для того, чтобы прочитать текущее значение нашего массива, мы просто обращаемся к нему по соответствующему индексу и выводим на экран. Вот так вот работает эта программа. В языке Java можно сразу инициализировать массив конкретными значениями в момент его объявления. Например, вот таким вот образом. Мы объявляем наш массив powers и далее инициализируем его соответствующими значениями 1, 2, 4, 6. Или же можем все прописать вот в таком виде. Это и это будет одно и то же. В этом случае элементу powers от 0 присваивается значение 1, powers от 1 будет равен 2, ну и так далее. И обратите внимание, что в этом случае нигде не должен указываться размер массива. Его размер определяется числом инициализируемых элементов. То есть в данном случае размер массива будет равен 4. Давайте зададим этот массив в Java и выведем его на экран. Вывод в консоль у нас будет выглядеть вот так вот. Смотрите, здесь для определения числа элементов массива используется его свойство Lens. То есть индекс нашего последнего элемента будет соответствовать Lens минус 1. То есть для того, чтобы вывести значение последнего элемента на экран, мы можем использовать такую конструкцию. Указать в квадратных скобках индекс powers Lens минус 1. Давайте вот запустим и посмотрим, что мы действительно вот шестерку видим дважды на экране. Да, вот сначала мы вывели сам массив на экран 1, 2, 4, 6, а потом дополнительно вывели просто его последний элемент. Вот так вот свойство Lens говорит нам, сколько элементов находится в нашем массиве. И это очень удобно. Для хранения некоторых видов информации, например изображений, удобно пользоваться двумерными массивами. Объявление двумерных массивов осуществляется вот таким вот образом. Пишется тип, далее имя массива и указывается две квадратные скобки. Ну и далее мы можем создать этот двумерный массив с помощью оператора new, указывая его размеры. Какой индекс считать строками, а какой столбцами решает сам программист. Компьютер все равно будет обрабатывать элементы этого массива в соответствии с программой. И что такое строки и столбцы ему неведомо. Также двумерный массив можно определить и так, инициализируя его сразу конкретными значениями. Далее первые элементы такого двумерного массива тоже будет иметь индекс 0, 0. Ну а далее мы перебираем все остальные индексы и присылаем какие-то значения. Давайте в качестве примера напишем программу, которая бы записывала массив E размерностью 10 на 10 элементов. Вот такие вот значения. То есть формировала бы единичную матрицу. Такую программу можно записать вот так вот. Мы сначала задаем константу n со значением 10. Далее массив E размерностью n на n, то есть 10 на 10. И далее идут два вложенных цикла, которые заполняет этот массив. Смотрите, внутри второго цикла мы делаем такую проверку. Если наш индекс E будет равен индексу G, то элементу массива E с индексами E и G мы присваиваем единицу. А иначе мы присваиваем 0. В результате мы как раз и получим такой массив. Потому что вот эти вот все единички, они находятся в позициях, где индексы строк и столбцов равны. Ну а все остальные элементы мы, соответственно, присваиваем 0. Далее мы опять прописываем два вложенных цикла, с помощью которых выводим на экран наш массив E. Запускаем программу и видим, что на экране действительно отображается массив E 10 на 10 элементов, где по главной диагонали вот по этой стоит единички, а все остальные нули. То есть вот так вот можно работать с двумерным массивом. Также в Ява можно создавать так называемые многомерные зубчатые массива. Пример зубчатого массива визуально можно представить вот в таком виде. А задавать его можно вот так вот. Смотрите, мы здесь определили тип массива как shot, далее имя массива как z, и указали, что он будет двумерный. Далее мы создаем первую строку этого массива длиной 5 элементов. То есть мы указали, что одна из размерностей этого массива будет вставлять 5 элементов. Вот они как раз. Раз, два, три, четыре, пять. Далее вот этой вот строчкой мы говорим, что вот эта размерность, вторая, будет вставлять 3 элемента. Вот этой строчкой мы указываем, что вот этот элемент будет состоять уже из 4 элементов по столбцу. Ну или по строкам, смотря как интерпретировать. Вот эта строчка будет соответственно говорить, что здесь будет стоять 2 элемента, далее 3 элемента, ну и наконец последняя строчка будет указывать, что вот здесь будет стоять 1 элемент. Вот таким вот образом мы можем создать вот такой вот зубчатый массив. Для обработки элементов такого массива можно записать следующие циклы. Вот здесь вот сначала мы объявляем некую переменную цента и счетчик, который будет все время увеличиваться на единицу. И это значение мы будем записывать в наш зубчатый массив. Далее вот этот вот цикл будет перебирать первую размерность нашего массива. То есть вот эту, вот эту вот пятерку. И получается, что если мы обращаемся к нашему массиву z и читаем его свойства lens, то это свойство lens как раз и связано вот с этой первой размерностью. И это очень удобно. То есть мы знаем, сколько там будет строк, ну или столбцов, в зависимости от интерпретации. Затем мы реализуем вложенный цикл. И в этом вложенном цикле для каждого и того элемента мы определяем, сколько у него будет строк или столбцов. Ну и далее мы записываем в этот массив с индексами i и g наше значение cnt. И оно здесь увеличивается на единицу. Затем мы реализуем вывод нашего массива на экран. Опять же здесь делаем цикл по первой размерности нашего массива z. А второй цикл мы пропишем вот в таком виде. Такой цикл позволяет перебирать все наши элементы этой строки массива z. Текущий элемент будет скопирован в переменную val. И соответственно эту переменную val мы здесь и выводим на экран. Давайте запустим эту программу и посмотрим, что мы увидим на экране. Вот мы увидели наш массив, стоящий вот из пяти элементов. Но есть вот они по столбцам представлены. А строки это как раз вот наш такой зубчатый массив. Вот как раз в соответствии с этим рисунком. Вот так вот можно представлять зубчатый массив и вот так вот можно с ним работать. И обратите внимание вот еще раз на такой цикл, который мы там реализовывали. Он позволяет перебирать элементы одномерной коллекции. Наша коллекция представляла собой одномерный массив. И мы по порядку перебирали элементы этого массива и выводили на экран. То есть вот таким вот образом. Вот так вот мы тоже можем перебирать элементы любого одномерного массива. Вот так вот можно на языке Ява задавать массивы, одномерные, двумерные, записывать туда данные, считывать. Ну и вы теперь знаете как все это работает. Далее рассмотрим несколько стандартных алгоритмов обработки элементов массива. Они следующие. Удаление значений из массива по определенному индексу, вставка элемента в массив и сортировка элементов массива. Начнем с первого. С удаления элемента из массива. И создадим в программе вот такой вот массив. Массив типа shot, длиной в 9 элементов и со значениями от 1 до 9. То есть вот этот вот цикл заносит в массив а значения от 1 до 9. То есть мы имеем вот такой вот массив. Теперь наша задача удалить вот эту вот шестерку. Что для этого нужно сделать? Смотрите, чтобы удалить какой-либо элемент из массива, мы должны сдвинуть все элементы, стоящие после него, влево на один элемент. Соответственно, семерка сдвигается на место шестерки, восьмерка на место семерки, а девятка на место восьмерки. Вот таким образом и в такой последовательности. В результате мы получим вот такой вот массив. То есть у нас здесь шестерки уже не будет, но будет вот, правда, две девятки в конце, но это для нас не принципиально. Главное, что мы удалим вот этот вот элемент со значением 6. Реализуем этот алгоритм. Реализуем такой цикл. У нас будет счетчик i, который будет идти от 5 до предпоследнего элемента массива. То есть наш счетчик будет перебирать индексы с 5 по 7. Соответственно, когда у нас индекс будет равен 5, мы семерку будем сдвигать на место шестерки. Когда индекс будет равен 6, восьмерку на место семерки. Ну а когда будет предпоследний индекс n-1, то есть 7, то мы девятку будем сдвигать на место восьмерки. Сам сдвиг будет выглядеть вот таким вот образом. Мы этому элементу массива a от i присваиваем значение следующего элемента a от i плюс 1. То есть вот a от i это у нас шестерка. И мы на это место, вот в эту ячейку присваиваем значение той ячейке, которая стоит на следующем элементе. То есть a от i плюс 1 это будет 6. То есть мы тогда вот эту семерку просто перепишем вот сюда вот на место шестерки. Вот таким вот образом происходит вот этот вот перенос. Все, вот таким вот образом мы перенесли все наши элементы. И в результате удаляем элемент со значением 6. Далее выведем полученный массив на экран. Ну и запустим программу, посмотрим, как это все будет работать. Вот смотрите, наш массив теперь стал со значениями 1, 2, 3, 4, 5. Шестерки здесь нет, сразу идет семерка. Ну и дальше 8 и 9 и 9. Все в соответствии вот с этой картинкой. То есть мы получили то, что и хотели. То есть удалили элемент со значением 6. Вот так это все работает. Теперь реализуем второй элемент. Вставка значению массив по определенному индексу. И для этого мы возьмем вот такой вот массив. Вот у нас опять же будет массив А, который будет иметь значение 1, 2, 3. Четверки здесь не будет. Потом сразу идет 5, 6, 7, 8 и 2 девятки в конце. Ну и 2 девятки здесь прописаны для того, чтобы было куда вставлять четверку. То есть мы все сдвинем вправо на один элемент. И вот здесь вот на место пятерки мы уже запишем значение 4. Чтобы в итоге получить массив 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Как вставлять элемент в массив? Вот смотрите. Изначально у нас дан вот такой вот массив. Нам нужно освободить вот это вот место и сюда записать четверку. Как мы будем освобождать это место? Мы будем сдвигать вот все эти элементы вправо на один элемент. Но будем мы это делать с конца. То есть мы вот эту девятку сначала поместим на место вот этого вот икса, то есть на самую последнюю позицию. Восьмерку потом на место девятки. И так все элементы, начиная с пятерки. В результате мы получим вот такой вот массив. И уже потом вот на место этой пятерки мы запишем значение 4. Вот используя такой оператор. А 3 присвоить значение 4. А 3 потому что пятерка соответствует индексу 3. И после этого мы уже получим вот такой вот массив. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Реализуем этот алгоритм. Сначала сделаем вот такой вот сдвиг. Сдвиг будет происходить с последнего элемента нашего массива. То есть с восьмого индекса. Соответственно, это будет вот такой вот цикл. У нас идет счетчик i, начиная с индекса равный 8. И будет доходить до индекса i равный 4. 4 это как раз вот этот вот индекс, стоящий перед вот этой вот пятеркой. Причем мы останавливаемся именно на 4, а не на 3. Дело в том, что мы вот этот перенос будем делать вот так вот. Мы и тому элементу, а от i, будем присваивать значение элемента а от i-1. То есть элемента, стоящая перед и тем элементом. То есть мы шестерке, вот здесь вот, будем присваивать элемент, стоящий перед ним. То есть пятерку. Вот таким вот образом. Именно поэтому нам надо и остановиться на индексе равное 4. А когда индекс будет равен 8, мы эту девятку будем перемещать вот сюда, в конец массива. То есть вот этот вот цикл нам сделает необходимый сдвиг. После того, как мы сделали весь этот сдвиг, мы должны в четвертый элемент этого массива присвоить значение 4. Соответственно, мы пишем а от 3 равняется 4. Ну а от 3, потому что индекс начинает с 0, и третий индекс это четвертый элемент массива. И в конце выведем этот массив на экран. Давайте запустим программу и убедимся, что она делает то, что мы и ожидаем от нее. Да, мы получили результат 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А вот если вот здесь вот поставить комментарий и опять запустить программу, то мы можем увидеть, что сдвиг вот как раз вот сработал так, как мы это и ожидали, как мы это и хотели сделать. То есть вот у нас две пятерки, а дальше 6, 7, 8, 9. А потом мы вот как раз вот на место этой пятерки записывали ту четверку. Вот так работает эта программа по вставке какого-либо значения в одномерный массив. Теперь рассмотрим довольно распространенный алгоритм сортировки элементов массива по методу всплывающего пузырька. Принцип его работы следующий. Рассмотрим общий принцип сортировки массива по методу всплывающего пузырька. Предположим, нам дан вот такой вот массив. И нам нужно его отсортировать по возрастанию. Что мы делаем? Мы делаем следующее. Просматриваем все элементы массива и находим минимальный. Минимальный это единичка. Поэтому мы эту единичку ставим на первое место, а вот эту вот тройку, которая стоит на первом месте, ставим на место единички. Вот таким вот образом. И продолжаем обработку этого массива уже начиная со второго элемента. То есть мы повторяем ту же самую процедуру. Ищем минимальный элемент. Это двойка. Эту двойку меняем уже не с первым элементом, а со вторым элементом. То есть 5 и 2 у нас поменяются местами. И обработка элементов массива уже начинаем с третьего элемента. Опять ищем минимальный элемент. Это тройка. Значит мы ничего с ней не делаем. Оставляем на месте. И переходим дальше. Остается три последних элемента. Среди них находим минимальный. Минимальный это 4. Значит четверку меняем с шестеркой. И у нас получается вот такая вот картина. Далее. Переходим к двум последним элементам. Опять же среди них ищем минимальный. Минимальный это пятерка. Поэтому с ней ничего не делаем. Оставляем на месте. И на этом, в общем-то, сортировка вся завершается. Вот таким вот образом работает метод всплывающего пузырька. Реализация этого алгоритма на языке Java может быть вот такой. Смотрите, мы здесь сначала задаем одномерный массив, который собираемся сортировать. И далее у нас идет такой цикл. Вот этот первый цикл, он отвечает за смещение вот этой вот позиции. Позиции, начиная с которой мы перебираем элементы массива, находим минимальные и потом меняем их местами. То есть мы сначала, когда и равно нулю, у нас позиция для обработки элементов массива находится вот здесь в самом начале. То есть мы обрабатываем весь массив. Потом у нас и будет равна единице. Мы как раз перейдем вот на следующий элемент массива и будем перебирать все оставшиеся элементы и так далее. То есть вот этот цикл отвечает за перестановку вот этого вот как бы маркера. Далее у нас здесь определяются две перемены min и pos. min хранит минимальные значения элемента, которые мы находим в массиве. А позиция это как раз индекс этого минимального элемента. Вот этот вот цикл второй вложенный, он как раз и находит вот этот вот минимальный элемент среди оставшихся. Причем этот цикл, вот этот вот индекс g, он меняется как раз со значения от i плюс 1 до конца массива. То есть он берет все вот эти вот элементы и сравнивает его с вот этим вот текущим и ищет минимальный. Далее вот здесь вот мы делаем как раз вот этот вот обмен. То есть мы вот берем минимальный элемент, который нашли, ставим его вот сюда вот. А вот этот вот текущий мы соответственно переставляем на место минимального. То есть вот таким вот образом через временную переменную t, это здесь вот сделано, происходит обмен вот этих вот значений. Ну и в результате мы получаем сортировку по возрастанию. Давайте реализуем этот алгоритм и посмотрим, как он будет работать непосредственно на языке Java. Вот он здесь прописан абсолютно так же, как и там было приведено на слайде. И он должен нам отсортировать вот все эти значения по возрастанию. Давайте запустим эту программу и посмотрим, будет ли это все так работать. Да, видим значение отсортированного массива по возрастанию. Кстати, если бы мы хотели отсортировать все по убыванию, то вот здесь вот достаточно было бы изменить значение с больше на меньше. Вот таким вот образом. Если мы сейчас запустим, то у нас как раз будет сортировка по убыванию. Ну вот таким вот образом у нас в Java задаются массивы. И вот такие вот три основных алгоритма обработки элементов массива мы с вами рассмотрели. И теперь вы знаете, как все это работает.